О градостроительных планах мы сегодня поговорим с генеральным директором строительной фирмы, представителем Общероссийского народного фронта Дмитрием Сергеевым. Здравствуйте, Дмитрий, спасибо, что пришли. Поделитесь своими впечатлениями, вот как вы думаете, зачем нужен генеральный план? Ну, в слове генеральный план, наверное, все-таки главное слово план. То есть, без подхода к тому, как будет развиваться город, в частности, город Киров, да, наверное, жить невозможно. Конечно, действующий генеральный план был утвержден, если не ошибаюсь, в 2007 году. То есть, 11 лет мы живем по этому генеральному плану. Естественно, с того момента уже многое, что изменилось и в нашей жизни, и в социальной жизни всего государства. Поэтому вот эти актуализации, эти внесения изменений, они происходят постоянно. Вот я специально перед поездкой к вам зашел на сайт городской администрации, сейчас там проходит 5 публичных слушаний по внесению изменений. Ну, как вы думаете, мы придерживались плана вот с 2011 года? Не всегда. То есть, то, что не соответствовало плану, были изменения, которые корректировали план уже под какую-то сложившуюся ситуацию, либо под какие-то потребности. Может быть, это не всегда правильно, но, тем не менее, то, что случилось, то уже случилось. Актуализация его в полном объеме, наверное, актуальна сейчас. Вот общественникам нравятся те идеи, которые представлены сейчас. Вот вы как их оцениваете? Ну, я посмотрел те изменения, которые предстоят. Тем более, я хожу в комиссию городской администрации, которая рассматривает эти изменения. За все эти изменения я голосовал. То есть, соответственно, я не в курсе. И свое мнение я уже высказал на комиссии. Поэтому приводить в план необходимо, это один из элементов для того, чтобы в дальнейшем получить положительное заключение экспертизы и разрешение на строительство. То есть, без этих изменений в дальнейшем невозможно получить разрешение на строительство конкретных объектов. А вот сегодня на утренней оперативке глава администрации Илья Шульгин снова затронул тему нехватки школ и спортивных объектов у нас в центре Кирова. И решил, что для этих целей можно использовать овраги Засора. Вот давайте послушаем комментарий, что он говорил сегодня. Практически в центре города, на территории оврага Засора, который тянется от ботанического сада до Трифонного монастыря, есть цепь практически неиспользуемых или слабо используемых сегодня участков. За исключением обустроенного под прогулочную зону сквера 60-летия СССР. На мой взгляд, на остальной территории может быть создан спортивно-образовательный комплекс. Со стадионом, площадками для баскетбола, волейбола, спортивными секциями, прогулочными зонами. В пределах этой же территории может быть построена и новая общеобразовательная школа, которая позволит нам решить сразу несколько задач. Перевести школы в центре Кирова на односменный график обучения. Одновременно создать для детей спортивно-образовательный городок, где они в течение дня смогут и посещать уроки, и обедать, и затем отправляться на тренировки. Шульгин уже дал поручение изучить, насколько возможно строительство. Как думаете, вы это хорошая идея? Как она будет реализована? Я думаю, что здесь, наверное, в этом будет главный момент. Это если удастся гармонично вписать в существующую застройку, если это понравится жителям города Кирова, почему бы нет? Если это будет что-то такое, рвущее глаз, то, наверное, нет. В любом случае, любые изменения, в том числе и в генеральный план, у нас проходят через публичное слушание. То есть жители города Кирова могут высказать свое отношение к тому или иному преобразованию. Но не раз уже говорили о застройке этих территорий, да, даже строительство какое-то там начиналось, и вот все равно все прекращается. Как думаете, с чем это связано? Преедущее строительство было осуществлено за счет небюджетных денежных средств. То есть инвесторы, физические, юридические лица заходили, но потянуть это строительство в финансовом плане они не смогли. Поэтому, если здесь все-таки будет государственный подход, государственное финансирование, в том числе муниципальное, как элемент государства, я думаю, что это будет реализовано. А вот еще раз повторюсь, наверное, как это будет сделано, здесь, наверное, в том числе и жители города Кирова могут поучаствовать, высказать свое отношение. Но территория, вы думаете, хорошая, подходящая для школы? Знаете, земля такой ресурс, который не восстанавливается, который больше не производят. То есть на сегодняшний момент найти территорию для какого-то большого объекта, школы, детский садик, спортивного сооружения в городе, в центре города очень сложно. Поэтому, наверное, администрация здесь исходит из того, что есть свободного, чтобы могло здесь помочь реализовать данный проект. То есть рассматривают все варианты? Ну, этот вариант, наверное, менее затратный. Почему? А потому что варианты остаются только снос каких-то уже существующих зданий, а это не всегда, скажем, даже за деньги реализовывается, потому что есть собственники, которые не всегда готовы уступить свою землю, свои объекты, в том числе для муниципальных нужд. А свободный земельный участок позволяет сделать какие-то социальные объекты в состроенной части города. Я хочу отметить, что генплан у нас рассчитан до 2020 года сейчас. И вот в прошлом году в администрации предлагали включить в генплан такие проекты, как строительство дублера улицы Ленина, которая свяжет центральный район города с его южными территориями, или строительство третьего моста через Вятку. Также планируется увеличить число парковых зон, обустроить места массового отдыха кировчан. Вы считаете, вот это актуальные вопросы? Еще раз скажу, что главный здесь план. То есть если наметить эти мероприятия, то в дальнейшем можно двигаться в направлении их осуществления. Если не наметить, то в дальнейшем земельные участки, которые могли бы здесь быть использованы, они будут использованы под какие-то другие цели, и на этих проектах можно уже будет поставить крест. То есть если это необходимо для города, скажем, ну, третий мост через реку Вятку, а я думаю, что он, наверное, назрел, то это нужно предусмотреть в генплане, и, соответственно, распределять земельные участки, распределять их разрешенное использование уже с соответствием намеченным планом. Но сейчас проходят различные градостроительные советы. Вот вы принимаете в таких участиях? Да, я вхожу в градостроительный совет города Кирова. Общественники отмечают, что они стали более открытыми. Так ли это? Общественники, наверное, здесь слово за ними. Если они видят, что они стали более открытыми, значит, они стали более открытыми. Вот я приведу пример, что именно на таком совете утвердили проект строительства 17-этажки напротив цирка, а также высказали претензии к проекту разноцветного торгового центра Новоровского. Вот градостроительный совет – это все-таки совещательный орган при главе администрации. То есть это орган, в который глава администрации приходит посоветоваться. А принятие решения остается за главой администрации. И вот есть положение в градостроительном совете, то есть не все вопросы рассматриваются градостроительные на этом совете. Вот только то, что отнесено к его компетенции, либо то, что глава в необходимое мнение профессионального сообщества и то и выносится на градостроительный совет. То есть это какие-то частные конкретные ситуации, какие-то конкретные дома, но вопросов развития городов в целом, каких-то там больших территорий на градостроительном совете, как правило, не рассматриваются. Скажите, вот у нас последний вопрос остался. На какие моменты вот сейчас в градостроительном плане нужно обратить внимание, чем может быть в первую очередь заняться? Я думаю, что это направление развития города в целом. То есть последний градостроительный план предусматривает развитие в сторону Нововятска. То есть соединение Нововятска и города Кирова в части, уже, наверное, большой этот проект, наверное, реализован, то есть со стерилизацией новых микрорайонов. То есть нужно смотреть дальше, куда будет двигаться Киров, соответственно, предусматривать территории для размещения школ, детских садов, спортивных сооружений, больниц, развития транспортной инструктуры. То есть куда мы будем дальше двигаться? Спасибо, Дмитрий, что ответили на наши вопросы. Я напоминаю, что у нас в гостях был Дмитрий Сергеев, генеральный директор одной из строительных фирм.